Ну что, мы заезжаем в Лазаревское. Классненький поселок. Здесь мы проведем два дня, если так можно сказать, одну ночь. Будет выпуск подробный про Лазаревское, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить данный видеоролик. Нажмите на колокольчик. Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на Чемоданах. Меня зовут Славян. В инстаграм подписывайся, если еще это не делал. И сегодня я хочу вам показать номер и отельчик, который мы себе забронировали в Лазаревском. Сейчас немножко покажу вам сам этот поселок. Мы здесь вот пока едем, потом мы с вами пройдем и сделаем такой рум-турчик. Здесь так достаточно оживлено, но он такой широкий, широкий и длинный. Вот мы сейчас будем пересекать реку. Не смог я прочитать название. Такая пересушенная, конечно, речка. Вот так покажу. Здесь такая, смотрите, центральная площадь. Движуха прям такая. Здесь большой семейный магнит находится. И проходы к пляжам. Частный сектор слева, частный сектор справа. Вот мы, получается, нашли в конце всего Лазаревского. Там мы оставаемся. Смотрите, сквер такой есть небольшой. Здесь вот есть, смотрите, даже дельфинарий, Макдональдс, Боргер Кинг. Слушайте, у нас столько туристический прям поселок, так он прям развит. О, какой-то аквапарк даже есть. Не знаю, он прям работает или нет. О, какой большой. Смотрите, торговый центр даже есть. Не знаю, где этот район был. А, куда? Сели, поели тут. Слушай, что, неплохо, неплохо. Слушай, моя Бога. Настенька, ты забронировала, Женя? Да. Вот, отлично. Столовая, куча всего, но мы будем с вами в конце. Ну да. Как бы нам сюда подъехать поближе, где машина такая, чтобы погнали, да? Потом. В общем, прям с дороги, смотрите. Вот такой вот заезд. Ух ты. Ничего себе. Ух ты. Вот этот, скорее всего, мы будем жить с видом на море. Ну как жить? Ничего. А у нас никак, что будет вид на море, наверное. Почему? Ты же выбрала этот номер? Думаю, что там дают номер. Да, да. Так, сейчас припаркуемся и пойдем все узнавать. Так, ну в общем, вот так мы оставили машину. Давайте сделаем здесь ром-тур. Я вам покажу территорию в конце выпуска. Я с вами поделюсь ценником на данное жилье. Так, там еще снизу есть территория. Можно снизу подняться в наш номер. Батут детский, бесплатный. Темка уже все опробовал. Вот здесь, получается, несколько этажей. Вот он, вход. Вот, значит, тут можно подняться. Молодилочка, вид. Вот она Насенька с детворой. Все наши планы на Лазаревское подпортила погода. Прохладно, дождь. Вот сейчас поймал момент, пока нет дождя, пошел купить что-нибудь на ужин и заодно показать вам немножко здесь округу. Вот где серенькая машина-то стоит. Там я вышел и пошел. Не знаю, сколько мне идти до ближайшего магазина. Заодно и вам покажу. Вдруг вы решитесь остановиться в этом отеле. Вот, сопоставить все плюсы и минусы. Здесь такая вот, получается, еще горная местность. Пляжем ходить далековато. Если только ездить. Ну, плюсы данного отеля, конечно, тоже есть. Так, а по-моему, вот тут вот и есть магазин продуктов. Ну да, вот продукты 24 вот в этом здании. Недалеко. Что, 100 метров. Магазин оказался пустой. Ну, в том плане, что пустой. Даже хлеба нету. Пошел дальше. Зато какой вид. Ну, красота же. Домики прям в зелени стоят. Мне кажется, в Лазаревском даже и не слышали. Вообще, в целом, в Сочи про пожарную безопасность. Какой там полтора метра. Тут даже сантиметра нет. Просто крыша в крыше. В угар. Так, тут спокойно. Короче, в этой части Лазаревского ловить вообще нечего. И вот хотя бы нашел продуктовый магазин. Даже набрал вон целый пакет. Вон, все закрыто. Игрушки, плюшки. Что это такое? Экскурсии. Никому мы, туристы, тут не нужны. Вот, а сейчас вот можно спуститься. Настя кого-то возмущается, потому что действительно отношения. Ну, видите, да, все в таком состоянии, конечно, находится. Так себе, конечно. Собственно, как и номер. Ну, хорошо, хоть вот детворезы батут. Не надо платить. Они могут спокойно попрыгать. Повеселиться. Но есть лежаки. Да, это тоже можно этим пользоваться. И, ну, бассейн я вам уже показал. Вот такая территория. Единственное, что мне непонятно, что тут, походу, нету пляжей. Ну, по крайней мере. По крайней мере, я вот так сверху смотрю. Видите, как это выглядит. О, цвет. Море классный. Вода здесь клевая. Сейчас будем спускаться туда. Посмотрим. Вот она пошла лестница. Видите? Тру-ру-ру. Куча-куча ступенек, походу, нам надо преодолеть, чтобы попасть на пляж. Вот так он выглядит с улицы. Теперь самое интересное в нашем рум-туре. Нужно посмотреть кухню и спуститься до пляжа. Это пляжа. Ступенек очень много. Нам тут уже сказали, что идти очень много, поэтому сходим. Это как прям в Крыму яшмовый пляж. О, как тут. Да. Тут номера еще есть. И тут где-то кухонка. Да. Ну, прикольно. Тут, кстати, где-то еще нет. Парни, не кричите, кто-то может отдыхать. Кто-то говорит, может, отдыхает. Кто-то говорит, может быть, отдыхает. Вот тут, наверно, кухня. да тут кстати не на пляж нет не тут летние с кухонки здесь есть душевые туалет это видимо эконом номера без без удобств вот так да тут души хотя пойдем не трогай да такие номерки и вот пошла лестница вниз пойдемте ребята так держитесь за поручни так и начнем спускаться спускаться ну слушайте да много беседка которая уже так разрушена почему-то смотрите здесь лес бамбуковый все зелено слышен шум волны и самое вот интересное идем с Настенькой в недоумении блин почему такое отношение у хозяев нам даже показалось что вот в эконом номерах там гораздо чище потому что мы когда подъехали сразу спасибо в эконом мы говорим ну типа нет и такое ощущение что вот там никто не живет там где мы сняли а живут только в экономе хотя там знаете как общий душ там стоит несколько душевых вообще кабинок и туалетов соответственно тоже несколько поэтому ну вообще можно было переночевать реально в экономе там по ходу нормальная такая текучка ну все вот мы и спустились и тут как бы и тут как бы все дальше железнодорожные пути нам их получается нужно перейти и куда-то снова пойти но тут нет пляжей вот тут видите как вот и все ну такой бассейн то есть все и спуститься и никак не спустишь вообще ну вот ребята собственно вот так вот так а сейчас давайте пройдем в сам номер сделаю вам быстренький обзор и так на сразу видите встречает шкаф шкаф и радион так и самое что наверно всех интересует это комната туалет радюш прекрати пожалуйста у нас здесь ванная ну все как по классике вода есть туалет душ все есть значит ну постельное белье вешалочки все работает есть стекло зеркало это какая-то тумбочка видимо столик да еще стол есть тканчики тут есть холодильник желтый желтого цвета белый снаружи желтый внутри белый снаружи желтый внутри классно вонючий по моему да еще сидушка и здесь будет сегодня мое рабочее место буду для вас делать видосики понял не работает в общем такая большая спальная кровать и стоит диван кровать раскладывается нам конечно далее почему-то с разбитым стеклом окном вид из нашего номера на территорию получается здесь есть бассейн кафе вот на море и вот такой у нас балкон балкон идет на два номера то есть вот с того номера тоже может попасть фонтанчик даже есть и вот они пошли спуски на пляж есть ну кондиционер я думаю везде уже есть кондиционеры правда он тоже желтый как этот холодильник и телевизор достаточно большой главное чтобы работал у нас еще загуглит как разная работает на неохраненный канал запустите настройки ладно разберемся потом вот с таким прекрасным видом я хочу завершить этот выпуск как вам пишите в комментариях все что хотел я вам показал единственный огромнейший плюс у этого конечно теле это великолепный вид а все остальное вы видели сами я с вами прощаюсь увидимся с вами завтра уже в новом видеоролике пока